Всем привет! Зима уже проходит, весна еще не пришла, поэтому мы сегодня поговорим о хранении и уходе. Знакомьтесь, это Руслан, эксперт аудор-центра Алматы, и кому как не ему знать, что же делать. Допустим, Руслан, если я в этих кроссовочках сначала пробежался по кизяку, в начале ущелья его у нас хватает. Потом я перебежал речку вброд, потом попал в снег, потом попал на спуски в грязь, ну и так далее и тому подобное. В общем, по тяжкому пробежался. Что мне с ним делать? Я прихожу домой, он у меня мокрый, грязный и пахнет. Всем привет! Хорошо, расскажу, как ухаживать и хранить обувь. Ну, в общем, начнем с того, что обувь, она всегда марается. Где вы бы не бегали? Нужно знать, в какой вы обуви бегаете. Марафонки, не марафонки, трейловые, скайрайнинговые кроссовки и наличие мембраны или нет мембраны. В любом случае, начнем с самого простого. Начнем с подошвы. Подошва у нас всегда забивается камушками, грязью и прочими элементами. Тем же самым кизяком, когда вы пробежались. Если это прям очень сильно засохшая грязь, которая никак не отбивается, не отмывается, то мы ее замачиваем по подошву, не более. В чем? Просто вода? Просто теплая вода. А после мы ее смываем мягкой щеточкой, либо же кубочкой. Ни в коем случае не используют никаких жестких элементов вычесывания из подошвы. Грязь сама может отпасть. Что касается верхних материалов, они тоже нуждаются в уходе. Если это брать кроссовки, то грязь присыхает и получается эффект наждачной бумаги. Материал начинает истираться быстрее. Особенно нужно обратить внимание на изгиб самого кроссовка. В тех местах он и будет истираться. Соответственно все швы и все те элементы, которые у вас присутствуют в кроссовках. Это элементы либо фиксации голеностопа, либо же это какие-то дизайнерские элементы. Их нужно в любом случае очищать. Что касается просушки, высушивания обуви, в первую очередь мы вытаскиваем стельки. Это первый элемент, который впитывает в себя очень много влаги и распространяет всю влагу по кроссовку. Расшнуровываем его полностью, чтобы верхняя часть была полностью раскрыта, было больше доступа кислорода, воздуха, тем самым высохнет. И ставим на батарею? Нет, какая батарея? Ставим их вблизи теплоносителя, но ни в коем случае. Ни на, ни под. Почему? Потому что рассыхаются все швы, рассыхается клей, что приводит к расклеиванию подошвы, неважно каких-то элементов. И также иссыхается весь наружный либо внутренний материал самого кроссовка. Стелька уже сушится без разницы, можно ее сушить на батарее, если у вас есть какой-то защитный элемент, что непосредственно не касается самой батареи. То есть старое полотенце положил, да, и все. А тогда кроссовки на каком-то расстоянии или просто дома поставил? Можно, если они вам прям в скором времени нужны, ставим непосредственно на расстоянии 15-20 сантиметров от теплоносителя. Или же можно воспользоваться в летний период, выставить их на подоконник, где есть рассеивающие лучи солнца, или даже под прямым солнцем. Клей имеет такое свойство пересыхать. Я знаю, что многие стирают кроссовки в стиральных машинах. Конечно, да, можно постирать, если вы уверены в своей обуви, что она у вас не расклеится. Но прежде чем стирать, мы также снимаем стельку, снимаем шнуровку, раскрываем их и уложим специальный такой тряпочный мешочек. Во-первых, это позволяет уберечь материалы самого кроссовка от стирания, а барабан. То есть, чтобы они не болтались, да. И в то же время мы сохраняем службу той же самой стиральной машинки, чтобы он не разбалтывал этот внутри барабан. И сохраним кроссовки. А сколько стоит на время-то? Стираем холодной водой или деликатной стиркой? Деликатной стиркой, если уж совсем запачкались, то не более 40 градусов. И в то же время нужно обращать внимание на моющие средства. Можно стирать обычным стиральным порошком, но который не содержит агрессивных веществ. Таких как отбеливающие вещества, без хлор содержащие. В основном они и присутствуют в детских порошках. Отсутствуют, точнее. Можно этими порошками стирать. Здесь, на что нужно первое обратить внимание, это на то, как производитель указывает по уходу, а именно по стирке. Вот я покупаю кроссовки, вот новый кроссовок. Где здесь? Обычно на одежде пишут, да? Обычно, да, пишут на одежде, но сам бренд пишет на официальных сайтах. То есть нужно туда заходить? Да. Но большая часть брендов, они не хотят это указывать, заморачиваться, потому что проще всего взять, потратить время или самому вручную это постирать. Потому что это не принесет никакого вреда. И в то же время ты уже будешь знать, что они у тебя чистые. Ну, конечно, не каждый любитель может себе позволить после какой-либо интенсивной тренировки сразу почистить свои кроссовки. Но это не нужно откладывать на потом. Ну, многие говорят, что зачем я их буду стирать, когда мне завтра опять бежать. В этом случае существует только единственный лайфхак, по которому я все время говорю, что для того, чтобы кроссовки служили дольше, должно быть несколько пар. То есть одни сохнут, одни уже высохли, тренируются, другие отмачиваются. С запахом что делать? С запахом? Особенно кроссовки, да? Когда если ботинки, ладно, мы там хотя бы один раз в неделю их надеваем и идем в горы, да? А с кроссовками, когда особенно ежедневный тренинг, вот. Самый простой способ – это приобрести специальное средство, поглощающее этот запах. И в то же время убивают эти микробы, чтобы запах дальше не распространялся. Также можно использовать, уже это личные лайфхаки многих людей, кто этим пользуется. Вынимая стельки, они их протирают перекисью водорода, латномоченная тряпочка перекисью водорода внутри самого кроссовка и стельку. Есть еще один такой свойственный тоже метод – это сода. Насыпаем соду либо в носок, либо в какую-нибудь тряпочку и кладем на ночь. Внутрь колбасу – это из носка, да? Да. Можно даже не полностью засыпать. Он как отсопция работает, впитывает в себя влагу и также впитывает этот неприятный запах. Кстати, да, то же самое могу посоветовать тем, у кого дома есть кошечки. Наполнитель для кошачьего туалета также насыпается в носок и эта колбаса засовывается в кроссовок на ночь. Поглощается влага лишняя, поглощаются лишние запахи. Собственно, для этого этот туалет кошачий был. Тоже хороший метод. Хорошо. Есть у нас ботинки, да? Промежуточная стадия между кроссовком и настоящим ботинком. В принципе, насколько я понимаю, та же самая штука, да? Это большой кроссовок, да? Только с высоким коленоском. Да, с высоким, да. И здесь больше элементов, где застревает у нас грязь. Да. Вот. Хотелось бы остановить внимание. Давайте уже перейдем к самому сложному, да? То есть, такой олдскул, да? Кожаные, чисто кожаные ботинки. Что с ними может быть? Самое страшное в коже, это то, что она после того, как сильно намокла, она усыхает. Я сам столкнулся, да, с этим. То есть, мне довелось перейти в таких вот кожаных ботинках речку. И я просто их потом выкинул, потому что на полтора размера они сели. Все туристические ботинки, они защищены очень хорошо. Во-первых, у них внешний материал, если это кожа, то она уже сама по себе обладает гидрофобными свойствами. Пропитана она пропиткой дополнительно. И в то же время между внешним и внутренней подхваткой идет мембранный материал, который позволяет дышать изнутри и не проникнуть влаги вовнутрь. Единственный способ промокания ног, это попадание сверху ботинок. Через границы, да? Да. Это вот как раз-таки где-то подскользнулся, попал в лужу, тебе затекла туда вода, преодолел вброд реку. У меня был вариант, забыл ботинок. Ну либо да, где-то наружу. И ночью пошел дождь, да. Ты просыпаешься, у тебя полный ботинок воды. И? Можем быстренько избавиться от воды, перевернув ботинок, вытекет основная та часть воды, которая уже не впитывается, а просто остается в ботинке. Мы ее выливаем после. Самый лучший способ это одеть носок, встать в ботинок, он быстро впитает себя. Сняв и так в течение минимум раз десяти мы можем избавиться от части. Мясить пар носок надо с собой. Нет, одних пар носок. Выжал и обратно. А если у вас одни носки, что это очень плохо для туриста, он должен взять с собой полотенце из микрофибры. Оно, между прочим, впитывает лучше, чем носок и быстрее сохнет. И оно компактное в то же время. Оно тоже хорошо впитывает влагу. Это вот такие два способа, которые подручные. Но чтобы подсушить и идти дальше. Если уже остался ты в лагере, то есть множество способов. Не множество, а есть основные способы, которыми в основном пользуются туристы. Это костер. Но здесь нужно обратить внимание на то, из каких материалов сделана ваша обувь. Если это какая-то синтетика, ее не стоит оставлять на долгое время у костра, пока ты беседуешь со своим товарищем, либо спутником по твоему походу. Так как костер в любой момент может раздуться ветром, эти искорки пламени могут достать и прожечь. Да, синтетика момента. Синтетика моментально прожигается. Но это кожа. Кожа тоже может остаться поврежденной от огня. Пересыхает. Она пересохнуть может и могут на нее попасть те же самые угли. И если вы даже оставили их возле костра, поставьте их на трекинговые палочки, перевернутые и раскрытые полностью именно к источнику тепла. Чтобы вода стекла с самого ботинка, вся влага, и в то же время тепло поступало вовнутрь ботинка. Тепло у нас, как физика показывает, что тепло у нас идет вверх, а холод идет вниз. Соответственно, здесь тоже самое работает. Ну, в этом варианте, по мне, лучше на утро иметь влажный ботинок, да, слегка, чем сгоревший. Чем сгоревший, конечно. Лучше пройтись мокрых ботинков. Это не страшно. Во время того, что пока будешь идти, эта вся влага испарится внутри ботинка. Тепло самого человека, выделяемое при активности, оно изнутри высушит его. Еще вернемся к нескольким лайфхакам по сушке ботинка в походе. Первый такой лайфхак, конечно, он и в то же время может повлиять на сам ботинок, может его повредить, если это какой-нибудь синтетический ботинок. Берем котелок, насыпаем туда гальку мелкую и греем ее на горелке. Но не до бела, чтобы они прям... Ну, чтобы они были теплые. Теплые, да. Засыпаем в носок и в ботинок, да. И делаем перекаты, чтобы он не стоял на одном месте, если синтетический ботинок. Даже кожаный с синтетической подкладкой. В любом случае, перекатываем, тем быстрее он проходит теплообмен и быстрее высушивается. Ну, так же можно... Так же можно и с песком протянуть. Да, да, вот песок, да. То же самое песком. Нагрел песок на сковородке. Да, высыпал в носок. Высыпал в носок и туда. Да, и так же его там поболтал. И носок высыпал. Ну, да, да. Вот песок и камни можно использовать. Если у вас это какая-нибудь лесная прогулка, где есть и в брод перейти, и в лужу наступить, там можно воспользоваться сухим хом. Мох, он тоже хорошо впитывает влагу в себя. Да, да, да. Его еще вместо ваты там на раны прикладывать. Ну, ему тоже множество разных применений к нему можно найти. Ну, а дома уже, в принципе, надо ли кожу, вот что делать с кожей, которая несколько раз намокала, высыхала, намокала. Все-таки, чтобы на хранение ты поставил, да, их, допустим, если это зимний ботинок, на летний сезон. Чтобы потом его на следующий сезон достать, и он на тебя налез. Как сделать, как хранить эти ботинки, чтобы они не пересохли. Понятно синтетика, ты их положил в коробочку и убрал, да и все. С кожей, надо ли покрывать воском, жиром, вазелином. Вот с жиром вообще категорически запрещается покрывать, либо какими-то маслами. Так как, если это мембранный ботинок, то он попросту забьет все горы и дышимость ботинка уже ухудшается. Для этого используются специальные средства, точнее средства по пропитке, то бишь пропитка. Эти все пропитки большая часть содержит уже те элементы, которые влияют на уход и на смачивание кожи. Это именно средства для консервации или для ухода средств? Для ухода. Или есть для консервации какие-то отдельные? Они все идут для ухода, что позволяет хранить на тот период, на период не эксплуатации вашего ботинка. И их убираем как? В коробку или в целлофан заматываем, чтобы ничего не попадало? Не надо их вообще заматывать. То есть дышать все ограждено. В большинства есть кладовки, которые не влажные, с умеренной температурой, не ниже, как правило, не ниже 14-16 градусов. Потому что ниже 14 градусов ботинок начинает перемерзать. То же самое, как и с перегревом. То есть не на балконе? Да, не на балконе. Он хранится в кладовой. Если у вас не сохранилась коробка, вы его ставите на полочку специально, но забиваете его газетой. Самый простой способ – это газеты. Он и сохраняет форму самого ботинка, и в то же время оставшуюся влагу, после того, что мы его просушили, прочистили, в любом случае останется что-то. А я вот знаю, есть химия для чистой кожи, для кожаной обуви, что если она подсела, то можно ее вот обрызгать, и надеваешь там несколько носков на ногу, засовываешь, ходишь. А как делать с этой многослойкой, когда у тебя, допустим, как здесь, снаружи кожа, внутри кожа, посередине мембрана. Вот эта химия для растяжки обуви, она каким-то образом на мембрану влияет? На мембрану она никак не влияет. Мембрана, она делается уже сразу под саму модель ботинка. Некоторые бренды мембран обладают, конечно, и стретчевыми свойствами, чтобы она не пришла в негодность, она имеет наличие. Ну вот да, вот мы плавно переходим как раз с большого количества мембраны. Насколько я понимаю, где ее должно быть много, это вот в этих вот монстрах, вот в этих вот монстрах, да, это уже высотные ботинки. Вот где сосредоточение технологий, да, огромных. То есть тут ты, я не знаю, раз, два, три, четыре, шестислойная подошва и покрытие все. Я понимаю, что в этих ботинках в походы не ходят, да, это потяжелее намного, да, и промокнуть вероятности в снегах все равно минимально. Но нога-то все равно потеет. Мога потеет, да. Особенно у альпинистов, да, вот что здесь делать, потому что, давай, да, вставай, потому что, может быть, многие не знают, что на самом деле тут два ботинка, вот в этом ботинке. Да, большинство таких высотных ботинок, они идут уже двухслойные. И костров нет? Нет, костров нет, нет никакого источника. Ничего нет, а лагеря есть? Вот, что с ними делать? Единственный источник тепла – это горелка. Ага. Во время приготовления пищи, разогрева чая можно их вблизи оставить на просушку. Также расшнуровать, раскрыть его полностью и направить горловиной именно к источнику тепла. Еще один есть такой лайфхак, его используют туристы и непосредственно сами альпинисты. Такой суровый способ, но здесь нужно забыть уже про сон. Ботинки ложатся вовнутрь спальника. Тем самым просушивается уже от самого человека. Непосредственный источник тепла идет в человек. Соответственно, тем самым… Вот этот внутренний ботинок. Внутренний ботинок, да. Ну да, он мягкий. Он мягкий, да. И ложат даже вот такие вот суровые трекинговые ботинки, чтобы просушились. Но тут мы лишаемся сна. А почему лишаемся? Я бы спокойно… Лежит у меня ботинок там и ладно. Спишь, спишь. Ну да. Насколько я понимаю, вот это сосредоточение технологий не требует каких-то таких технологических решений в уходе. Потому что, ну, нет там в тех условиях, где они используются, да. Нет там речек, нет там ничего такого. Там только снег чистый, да, и холод. Вот. Единственное, получается, вариант – это хранение дома. То же самое, да, наверное, скорее всего. Либо же по отдельности… Разбирать надо, когда дома хранить? Можно либо их хранить по отдельности, чтобы меньше было сырости, потливости. Тем самым они и просушенные будут стоять. Либо же их можно в собранном виде, также забитый газетой – самый простой вариант. И есть сейчас, в принципе, на всех базарах можно найти пластиковый формодержатель ботинка. Вот, да. Им можно забивать ботинки, он и форму сохранит, и в то же время не прогнется, как газета со временем. Про технологии, если говорим сейчас, есть электрические сушители обуви. Вот, как они к этой высокотехнологичной обуви подходят или нет? То есть, это получается открытый источник тепла, который мы вставляем внутрь обуви, и он у нас там греет. Это что-то схожее с теплоидами, потому что теплоидами… Это химические грелки? Да, это химические грелки, как и солевые растворы. Мы ими тоже можем просушивать ботинки внутри. Особенно вот в полевых условиях, тем самым теплоидом. Мы его раскрываем и вложим его внутрь. Тем самым, он выделяет тепло, просушивает ботинок. Но не забываем оставлять ботинок перевернутым подошвой кверху. То есть, вот так, на палочку, и туда химическую грелку, да? Да, и он ее просушит. Давай подытожим, что касается обуви. Неважно, это кроссовки или ботинки, или навороченные альпинистские ботинки. Значит, у нас первое требование – сушить напрямую возле открытого источника. Тепло нельзя, категория сопрещается. Ухаживать. Ухаживать обязательно, после каждой пробежки, после каждого похода. После каждого выхода, да. Очищаем все те швы, все, казалось бы, дизайнерские элементы. Все это мы очищаем. Песочек, грязь, все, да. Внутри обрабатываем или специальным составом или перекись у нас, да. Но перед тем, как перекиси обрабатывать, я советую еще попробовать где-нибудь на внутренней поверхности насчет краски, да. Да, чтобы она не красилась. Устойчиво, да. И, в принципе, и все, да. И смотреть, обязательно смотреть на сайте производителя. Обувь, уходи и хранения. Да, уход, материалы, как они к стирке, и все. И тогда ваша обувь прослужит вам долго, можно сказать, вечно. И, конечно же, да, не забывайте, что чем больше у вас этих самых кроссовок или ботинок, тем дольше они вам прослужат. Ну, главное, за ними следить. Субтитры подогнал «Симон»